Субтитры создавал DimaTorzok У них чистая анкета и у многих партийный билет в кармане. Тот самый партийный билет, за который миллионы людей отдавали жизнь и кровь. Для них он был символом совести, чести и благородства. Герои нашей картины – внуки режима и дети застоя. Для этих партийный билет оказался лишь символом особых прав и особых привилегий. Мы сняли фильм о том, как размываются в нашей жизни сами понятия – совести, чести и благородства. Этого человека зовут Валентин Кириллович. Во время войны он был летчиком, потом испытывал новые самолеты. Словом, занимался делом для храбрых людей. А потом попал в торговлю. По партийному призыву после демобилизации. А плачет он потому, что недавно вернулся из заключения. Тюрьма и лагерь нервы не укрепляют. Вы понимаете, в магазин приходят сотрудники милиции, начальник УРВД, заместитель начальника УРВД. Или ему поставь пол-литра, или поставь литр. Приходят сантехники, приходят санинспекции, приходят пожарники. Даешь шиферам за привоз продукции какой-то картошки, морковки и прочее-прочее. Всем это надо давать, и всем это надо где-то изыскивать деньги. Приходит инструктор райкома партии по торговле и проводит лекцию о негативных явлениях торговли. Ну, то есть об обмане, об обвесе, об обслуживании культурным покупателем. Директор магазина. Ему вносят три большие покупки в коробках. И отдают этому инструктору партии. Я говорю, вы же не заплатили деньги. Вы же не заплатили деньги. Инструктор райкома партии Посмотрел на меня презрительно и спрашивает, а кто он такой? Ну, тот директор магазина отвечает, что вот он ведет кружок истории партии у нас, зам заведующего отдела. Он посмотрел и уходит оттуда. Через какой-то промежуток времени директор магазина приходит и говорит... Валентин Кириллович, что ты сделал? Что ты сделал? Ты подвел меня. Это система, Валентин Кириллович. Ты очень хороший, замечательный человек. Но ты ничего не понимаешь в торговле. В этих томах собрано показания тех, кто, в отличие от Валентина Кирилловича, хорошо понимал в торговле. Эти люди, используя служебное положение, как и тот инструктор, меняли партийную совесть на кусок дефицитного продукта. Иногда они тоже забывали заплатить в кассу. Теперь, после вызова в прокуратуру, испугавшись ответственности, они быстренько покаялись и решили расплатиться. Вот таким способом. Ведь теперь модно быть милосердным. 250 рублей на памятник победы. Жертвует базовлук Алексей Феодосевич. Раньше он руководил распределением жилья в Москве. Теперь контролирует гонорары писателей и актеров. 40 рублей в фонд Чернобыля. Отправил Иван Иванович Холод. Был он заместителем министра плодовочного хозяйства. Министерство упразднили, и он стал начальником подотдела в агропроме СССР. Всего лишь за 40 рублей. И вот фонд Чернобыля. 50 рублей. От бывшего заведующего экономическим отделом Московского горкома партии. Ныне начальника главка в Моссовете. А товарищ Саморуков так и остался начальником управления в Министерстве гражданской авиации. Он оценил свою совесть, точнее спокойствие, в 200 рублей. Да, вовремя покаяться надо уметь. Теперь уже ничто не помешает дальше занимать руководящий пост, работать на благо перестройки. А Валентин Кириллович, его тогда заметили. Такие тоже сгодятся. В нужную минуту можно сказать, смотрите, какие честные и принципиальные у нас работают. И после этого случая я стал по восходящей ступеньке идти и через какой-то промежуток времени меня поставили директором магазина. И сразу же у меня сложились противоположные отношения. Я стал не выполнять план товарооборота. На совещаниях, в райкоме, в райисполкоме, кто не выполнял, например, план товарооборота, то руководящие товарищи говорили, Вы пойдите вот к такому-то директору и спросите, как он выполняет план товарооборота, как он достает товар. Ну, только не договаривал слово, что надо платить за это деньги, но все намеки на это были. И Валентин Кириллович понял. Вынужден был понять систему. Его магазин стал образцовым. В образцовом городе. Снимая этот фильм, мы заезжали в разные магазины. Заехали и в этот. Здесь нас уже ждали. Вот последнее приготовление. Теперь можно снимать кино. Взгляните, какой выбор. Нам сказали, здесь всегда так. Как говорится, все для народа, все для человека. Кстати, посмотрите, где он сейчас, этот человек. Работники магазина сами, по привычке. На всякий случай. Удалили покупателя за веревочку. Ну, а как еще им объяснить, что в кино должно быть все красиво? Как в жизни. Вот так и делит веревочка нас государственной границей. Это вы, жители большого города. А это мы. Из деревни по имени Потемкинская. Правда, жизнь в этой деревне требует много выдумки, сил, денег. Приходится нам какие-то на личные расходы, значит, платить. Тут как-то там вывозка мусора. Тара там. Работа там. Электрик оплачивать каким-то образом. Слесарей. И вот магазин, где ты, откуда-то надо деньги взымать. На директор, директорского фонда это явно не хватает. Ну, приходится каким-то путем вот изыскать. При такой системе, конечно, честно, до конца нельзя быть в торговле. Ну, а система осталась, по-моему, та же. Честным быть нельзя. Надо давать, давать, давать. Все время давать. Я вам могу сказать, эти люди одни из лучших были в работе. Это люди, которые всегда, так можно сказать, показывали пример, как надо работать. Пример показывали первый заместитель, начальники отделов, директора крупнейших магазинов, директора крупнейших магазинов, воры и взяточники. И, конечно, многие из них и награждены орденами, а некоторые были в парке Горького в день работника торговли. Вы, значит, их фотографии были для обозрения, как передовых работников. Он умел поощрять верных. Не зря его звали папа, отец родной. Но это самые приближенные. Другие звали Николай Первый. А для нас он был Николай Петрович Трегубов, начальник управления торговлей Москвы, депутат Верховного Совета Республики, член Горькова партии. Он очень любил праздники. И не зря. Такие конверты получал Николай Петрович от соратников регулярно. На 1 мая, на 7 ноября и на День Ангела. Вот сколько им подарили. Ведь он был и царь, и бог, и советская власть. Кто-то говорят, что Трегубов там вроде у него есть наверху, внизу, третьим. Да, я вам скажу. Я знаю, что такое советская власть. Знаю, что помимо суда у нас есть и другие органы. Не сегодня, завтра, но разберутся по-справедливому. И еще он сказал. Сегодня вы нас, завтра мы вас. Знаете, на чем держится эта уверенность? Вот пример. Юбилит Трегубова. Гостей сюда пускали только по спецпропускам. Отбор был строгий. Начальство и свои. Самые верные. Поздравили очередным орденом. Вручили очередные конверты. Преподнесли портрет. Инкрустацию по дереву. Вспомните, сколько раз вы видели подобные сюжеты в программе «Время» в киножурналах «Новости дня». И маленькие начальники учились у больших. Это Пушкин. Его знают все. А это Анатолий Глебович Шереборзин. Его тоже знают все. Правда, в Красногорске, что под Москвой. Он был здесь представителем горосполкома. Вазочку подарила верная жена. Понравилось. Поставил две рядом. Ну что, брат Пушкин, посмотрим еще, кто более любезен народу. Ее умиленные семейные идиллии и горожане, как всегда, почти единогласно, пожелали иметь жену Анатолия Глебовича своим депутатом в совете, которым руководил ее муж. Вот так, брат. И еще один подарок. Теперь от сослуживцев. Недорого, но со значением. Помните, уважаемый Анатолий Глебович, что ваш день рождения – красный день нашего календаря. Смотришь на такие юбилеи и действительно вспоминаешь Пушкина. Все предрассудки истребя мы почитаем всех нулями, а единицами – себя. Грустно и смешно видеть, как пытаются увековечить себя некоторые современники. Как подобострастно стараются их возвеличивать. Страшно, когда при этом используют имя великого человека. Как прикрывают им порой безобразие, иногда в буквальном смысле. Здесь выступал Ленин. Долгие годы попасть в этот зал могли немногие. Здесь так называемая спецточка. Иными словами, столовая лечебного питания. А проще – распределитель. Здесь питались и отоваривались продуктами хозяева персональных автомобилей. Правда, было много постановлений о разумном использовании этого транспорта, но для их водителей закон – слово начальника или его жены. А это уже другой дом и другая столовая. В основном для родственников. Ведь у спецконтингента и родственники специальные. А нас сюда не пустили. У вас есть разрешение от товарища министра торговли республики? А нет, так не надо пустить или волновать. Право получать то, что другим не положено, выдается не всегда за заслуги или профессиональную квалификацию. Больше по должности. Только всегда ли соответствует человек этой должности? Или вырвался он на нее в безудержной страсти к привилегиям? Летом 88-го на третьем году перестройки в ЦК было решено закрыть закрытые продуктовые распределители. Стремительное время восстанавливает нарушавшуюся много лет социальная справедливость. Эти кадры уже прошлое. Очень хочется, чтобы все, показанное в нашем фильме, поскорее стало бы прошлым. Сегодня, когда привилегии и амбиции многих находятся под сомнением, это просто необходимо. Мы всегда гордились. Нравственное здоровье нашего общества в том, что наше важнее, чем мое. А оказалось, мое куда сильнее. Как в этом дворе. Как в другом. Этот молодой человек прикован к инвалидному креслу. Для того, чтобы он мог подышать воздухом хотя бы во дворе своего дома, ему надо преодолеть эти четыре ступеньки. Четыре ступеньки обыкновенного подъезда. Но этого он сделать не мог. Не мог раньше, пока не построили пандус. А чтобы его построить, надо было чуть-чуть передвинуть клумбу, которую разбили граждане, живущие в этом подъезде. И что? Они собрались на воскресник и передвинули клумбу, чтобы помочь инвалиду? Наоборот. Они дружно написали письмо протеста. Далой пандус! А вдохновлял, осуществлял, так сказать, идейное руководство соседями Владимир Алексеевич Косаримов. Ответственный работник внешнеторгового ведомства. Представляю, как на собраниях он ратует забережное отношение к человеку в эпоху перестройки и нового мышления. Ну подождите, вы такой проповедь завели? Мне совсем не стыдно. Светник этот нельзя ломать, потому что все это нарушает все. С тем, что я подписала, я полностью согласна. Подписывала. А почему? Потому что считаю нужным. А что говорить я буду? О чем? Вы же подписали письмо. Я не подписывал. Я скажу, что я никогда в жизни не подписала бы письмо, никогда бы в жизни не поставила свои подписи под письмом, где выступают против того, чтобы помочь человеку без ног, женщины, пожилые матери, имеющие сыновей, им нужно было, видите ли, сохранить красоту крыльца и не думать о том, как должно быть удобно молодому человеку, начинающему, в общем, только свою жизнь и уже оказавшемуся без ног. Обычный подъезд, обычный московский дом, ракетный бульвар, 17. Нужно или не нужно ломать, а что ты не знаешь, нужно или не нужно. Чирпич, въезда нет. И остановка запрещена. Какая хитрая дорога. В сторону нельзя, останавливаться нельзя. И работники ГАИ на вытяжку. О, второй честь отдал. Третий. Но что проку от этой части, если отдаётся она машине? Или просто номерному знаку? Но ведь так обучены? Это дача ещё одного героя нашего фильма. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, что вы видите, не принято выставлять на проказ у честных людей. Хотя у честных всего этого и быть не может. Здешние обитатели над такими мелочами не задумывались. До поры до времени. В этом кресле хозяин дачи любил отдыхать. Наверное, приятно сидеть на миллионе. Точнее, на одном миллионе 180 тысячах и 161 рубля. Пора представить хозяина дачи. Правда, пока со спины. Что произошло с нами? Как могло случиться, что те, кто жил среди нас, кого мы привыкли уважать, оказались рядом с теми, кого испокон веку из-за людей-то не считали? Кого презирали? Хулиганство. 206-я статья. Убийство. Хищение государственного имущества. Начальник цеха. Взятка. Руководил психдиспансером. Злоупотребление служебным положением. Изнасилование. Взяточник. Начальник отдела учета распределения жилой площади. Грабитель. Убийца. Взяточник. Инженер. Грабитель. Взяточник. Этот был первым секретарем горкома партии. Грабитель. Хозяин дачи. Человек, обреченный особым доверием. На этой фотографии вот он, в углу. Заместитель министра внешней торговли СССР Владимир Николаевич Сушков. Я ничего нового не изобрел. Все, что, так сказать, я делал, это делали и до меня, и после меня, и делали другие. Хотелось бы с ним поспорить, но сегодня мы знаем, что Сушков говорит правду. Многие делали это. По мере того, как я повышался по служебной лестнице, конечно, у меня возникало чувство, что мне может быть дозволено больше, чем другие. В кругу Сушковых свои порядки и норма жизни. Жена начальника тоже начальник, даже если и занимает относительно небольшой пост. Валентина Николаевна Сушкова служила в комитете по науке и технике и всего-то заместительного начальника отдела. Но по ее звонкам принимали в самых высоких кабинетах. Сушковой жене Сушкова не отказывали. Таковы правила. Она курировала наши экономические связи с Италией. И итальянские фирмачи не скупились. Вот что заявили представители концерна Монт Эдисон. Каждая фирма, желающая иметь заказы на советском рынке, старалась добиться хорошего к себе отношения со стороны Сушковой. Что это взятка, я узнала только на следствии в КГБ СССР. Я спросила, а что же такое взятка? Потому что по своему невежеству, к сожалению, всякий интеллигентный человек должен знать свои обязанности и права. А я не знала, что такое взятка. Оказывается, взятка – это подношение, которое берется не только за содеянное какое-то действие, а даже если вы ничего и не делали, но берете подарок. Для меня это было откровением. Я никогда этого не думала, потому что все, что я поняла во время следствия, я благодарю следствию за это. Я поняла, что я неправильно себя вела. Я должна была в госфонд все сдавать. Валентина Николаевна, я прошу прощения. Да. Что вы играете со мной? Кого вы благодарите? Серьезно, я благодарю. Я же вырежу это все. Вырезать? Ну, я вам это говорю. Это вам говорю. Валентина Николаевна. Я вам серьезно говорю, потому что я действительно этого ничего не знала. Они мне это объяснили, это очень внимательно, потому что следствие шло полтора года. Так что, можете себе представить, сколько они мне разъясняли. И вы все поняли? Конечно, я все поняла. Слышали? Оказывается, Сушкова раньше не понимала, что безделушки в десятки тысяч рублей, норковые шубы, необычные подарки даже такой очаровательной и интеллигентной женщине. Что ж, не обращать внимания на такие пустяки, тоже маленькая привилегия ее круга знакомых. Мне было трудно противиться иногда, не взять подарок. Это могло привести к осложнениям некоторым у меня, потому что мой начальник брал заместителей, первые заместители. Я не хочу называть фамилии, так сказать, потому что здесь я обобщаю просто. Я ищу, так сказать, стараюсь найти причины, почему это происходило. Многие люди сейчас еще работают. Где? На руководящих постах. Они же были, они работали. Я это видел, и это, конечно, плохо действовало на меня, так же, как плохо действовало на моих подчиненных, моем поведении. Вседозвольность и безнаказанность явились привилегиями, которые они присвоили себе вопреки всему. Именно это и позволило нарушать закон, создавало особые условия и особую территорию. То есть участок земли, где была расположена наша дача, назывался малой землей. Почему? Потому что там брат Леонида Ильича Брежнева имел две дачи рядом и занимал очень большой участок. Брат. А еще кто? Ну, там много людей. Я не хочу их перечислять. Они занимают большие посты. Я не хотела бы, чтобы им было плохо. Там очень много людей, которые построили дачи. И замолчала. Может, боится лишнего сказать, а сказать есть чего. То, что вы видите, не реставрационная работа в Кремле. Это строится гараж на даче. Здесь не боятся ни бога, ни черта. Строили и строят. Теперь дети. Там малая земля. Здесь детская площадка. Эту дачу разводит скромный труженик по фамилии Щелоков. А рядом отгораживает лес для новых дач. Примета времени. Одни наивно пишут на заборах долой, другие наивно закрашивают эти надписи все той же привычной зеленой краской. Кто наивнее, время покажет. Еще одна запретная зона. Правда, не для всех запретная, но пусть говорит бывший директор этого заповедника, Николай Иванович Чеков. Ему виднее. Мы заранее знали о том, кто едет. Была дана команда встретить на высшем уровне, то есть команда готовность номер один, устроить охоту, ну и как следует проводить. стреляли не только лосей, оленей, кабанов, шупоросных маток стреляли, стельных коров, оленух, лоси. От стрелу подлежали буквально все звери. Отчего стесняться в своем отечестве? Тем более условия особые, чтобы не перетрудиться. Очень удобно сидеть в засаде в охотничьем домике, особенно когда на тебя и гиря зверя гонят. Ну, а это уж совсем для неумелых или очень утомившихся. Голодное животное заглядывает в эту кормушку и нужно охотиться. Особую активность и кровожадность проявляли такие охотники, как Лебедев, ректор, МИМО, Института международных отношений. По фамилии Лебедева никто не знал. У него кличка была Геббельс. Он однажды мне сказал так, что ты здесь, Николай, особо не верепенец. Я стрелял и буду стрелять. Мне разрешали, будет разрешать. Ты знаешь, кто у меня учится. У него учились дети, конечно, высокопоставленных товарищей. И заместители министра учились дети, и руководители центральных органов и ведомств. Активно черными охотами занимались Чурбанов Юрий Михайлович, первый заместитель министра внутренних дел. Систематически в это хозяйство ездил, можно сказать, постоянно был прописан Голиков Виктор Андреевич, помощник по сельскому хозяйству генерального секретаря Брежнева. Постоянно посещал это хозяйство Михаил Порфирович Гергадзе и многие-многие другие. Николай Иванович откровенен, но все говорит в прошедшем времени. Приезжали, стреляли, и это естественно. Он здесь уже не работает. А мы приехали в этот заповедник на третьем году перестройки. Гостиная убрана. Стол сервирован. И в банке тоже. И тапочки приготовлены. Вдруг заглянут, поохотятся. В таких заповедниках не только зверей убивают. Здесь души людские калечат. Судьбу ломают. И интервью, которое вы слышали, Николай Чехов давал нам уже в колонии. Мы долго беседовали, а под конец он сказал фразу, которая многое объясняет. Своим хозяевам я служил верой и правдой. Вот так. И никак иначе. Мы теперь считаем, кто за перестройку, кто против. Чехов, наверное, против. Все-таки приговор ему 11 лет за те безобразия, что были в хозяйстве. Ну, а прежде мог отделаться легким испугом. Но если задуматься о нем и таких, как он, противниках перестройки, сколько среди них виноватых без особой их вины? Кто и когда ответит не только за себя, но и за них? Это тоже заповедник. Точнее, заповедная зона Москвы. Неповторимое очарование нашего древнего города. Улицы, с которым так много связано и в истории народа, и у каждого из нас. Но жизнь не стоит на месте. И славя шаги сожжения, мы привычно умилялись соседству старого и нового. Ведомство и организации правдами и неправдами застревают Москву своими домами. В заповедной зоне, ставшей престижной. Старые московские переулки превращены в особую зону. Вот еще один дом. Правда, хорошо смотрится рядом с бывшими особняками? А что, центр Москвы и тишина? Зелени много. Никто не беспокоит. В этих домах живут те, кто числятся в номенклатуре всех видов. Смотрите. Вот усердный охранитель подъездов подходит. Все. Съемка закончена. А строительство продолжается. И распределять здесь квартиры будут. Конечно, не в районных исполкомах. Треугольники. Четырехугольники. Руководители ведомств. Члены президиума. Члены бюро. Не на совещание пришли эти люди. Они явились сюда на заседании комиссии Моссовета ходатайствовать об улучшении жилищных условий своим работникам. Можно было бы только радоваться такой заботе, если бы разговор шел о нуждающихся. Если бы не нарушался порядок. Мы несколько раз присутствовали на заседании этой комиссии и можем только посочувствовать ее членам. Министерство микробиологической промышленности. Заместитель министра. Просит помочь очень нужному человеку. Заместитель министра путей сообщения. Начальнику главка очень нужна новая квартира, чтобы и район получше, и дом посимпатичнее. В виде исключения. А это просители из Академии медицинских наук. У них новый президент и ему с женой новая квартира в 104 квадратных метра на двоих. Конечно, подойдет. В порядке исключения. Когда все принципиально оценивается, правильно говорится и читают, между прочим, все статьи, в том числе передовые статьи в газете «Правда» и в остальных центральных газетах, читают не снизу вверх, а сверху вниз, как положено. Но когда их начинают пересказывать в преломлении к своим личным делам, то получается, что там такие правки, что не узнаешь от передового. Но ладно бы только для руководителей просили. В конце концов, их не так много нуждающихся и осталось. Но ведь и детей их не забывают. не с этого ли начинается деформация нравственных ценностей? Всегда раньше в России везде было принято так. Прежде чем жениться, думаешь, куда жену приведешь. Прежде чем детей завести, думаешь, где их разместить и на что их кормить. А у нас теперь принцип такой. Значит, детей давай, все давай, а государство потом тебе все даст, что тебе нужно. Тем более, если есть папа. Это здорово, когда есть папа, но еще лучше, когда папа настойчив и многое может. Жалко, только не все папы живут в том микрорайоне, где эта школа. Мы напротив спецшкол здесь хоть чему-то учат, но тут еще и престижно. Вот и возят сюда учеников со всей Москвы. Кто смог. Здравствуйте. 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 Где дети, где-то что у вас? В Смоленской площади. Это Руслана. Я ее окончила в 64-м году. Извините, пожалуйста, откуда вы привезли ребенка в школу? Мы просто оближены. Что, поблизости нет в школу? Нет. Нет. Неужели нет в районе? Специальная школа самая ближайшая. А нормальная что? А мы хотим английский заключить. Ну, счастливого вам. Спасибо. Скажите, откуда вы привезли ребенка? Что там далеко? Сисполенская площадь. Мы свою внучку возим с Биберева. А что, там нет школ? Есть, а нам нравится эта школа. Здравствуйте. Откуда вы привезли ребенка в школу? Из Финляндии. А что, поблизости нет в школу? Нет, поблизости. Ну, родители, они узнают и через знакомых, и через друзей своих детей и стараются попасть в эту школу. С первого класса этим детям тоже будут рассказывать о чести, о долге. У них будет урок труда, урок равенства, урок гражданственности и жизни даст свои уроки. Ребята, есть рядом обычные школы, где учатся обычные дети? Вы общаетесь с ними? Да, и мне интересует... Есть рядом школы, несколько, гораздо их больше, чем специальных в нашем районе. Вообще, в принципе, в принципе, вообще, общение такого с соседними школами, я вот на своем примере нет, не могу сказать, что имею какой-нибудь контакт. А кто ваши родители? Мама, я экономист, отец на пенсии, пенсионер, малья на пенсионер. А ваши? Значит, мася, у меня концертмейстер, предыдущий ученых Академии наук СССР, отец, в советующей кафедры МГИМО. В общем, оба служащие, чиновники. Один в Министерстве учили сообщения, зав. отделом, а мама зав. отделом Министерства культуры. Ну, у меня мама преподаватель в МВТУ, а отец чиновник, клерк, госкоммунитурист. Что же такое чиновник, клерк? Но он не работает на заводе. Ну, в общем, была основная его работа бумажная. А у кого работают родители на заводе? Я уважаю своих родителей, особенно отца, но я знаю, что и он тоже в своей жизни очень часто идет на компромисс, и во многих ситуациях он вынужден отступать. И мне это очень неприятно и очень больно. и поэтому нас с ним очень много и часто мы друг друга не понимаем. Наше поколение, я в это не верю, что мы будем жить намного честнее, намного лучше. Я думаю, в сознании человека особого такого перелома не происходит. Просто раньше все были застойные, а теперь все перестройчатые. Ну, если так говорить, ну, я говорю. Кто? Ну, ты уже, наверное, за перестройкой. Ну, все за перестройкой сейчас. Сейчас найдите человека, который сказал бы я против перестройки. Нет же таких. И это двойная мораль. Я думаю, что мы, мои сверстники, они полностью это не искоренят. Слишком это глубоко уже в нас. Потому что все-таки, я считаю, к 17 годам основы нашего мировоззрения, наших взглядов и принципов, они уже сформированы. Два года снимали мы этот фильм. Два года надежды. Два года веры. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...